Партия националистического толка Партия националистического толка Национализм никогда не был присущ генетическому корню нашей страны У нас была империя Вот следите движение от Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации Это все пять неразрывных звеньев развития нашей русской цивилизации Мы не страна, мы не народ, мы цивилизация. И принцип был такой, когда русский народ, русская нация жила хорошо, жили хорошо все остальные нации и народности. Когда русскому народу плохо, тогда плохо и другие. И сегодня, если у нас появляется националистическая партия, вы боитесь, что это будет грозить каким-то экстремистскими действиями? И понижают другие за счет интересов и чаяния других народов. У нас многонациональная страна, гигантская страна. Так, Егор, вопрос. Нет, нет, секунду, друзья, секунду. Просто конкуренция, ничего больше. Егор, вы националист? Да, я русский националист. Прекрасно. Вот есть такое мнение, что в такой многонациональной стране, как Россия, появление националистической партии просто категорически опасно, потому что страна может развалиться. Согласны вы с таким мнением? Я Егору задаю вопрос. Знаете, дело в том, что демократии не бывает первой и второй свежести. Демократия либо есть, либо нет. Демократия подразумевает возможность высказывания абсолютно любых точек зрения и представительства любых политических точек зрения, если эти точки зрения имеют поддержку избирателей. Многонациональной стране, националистическая партия, вот это как? Роман, у нас не многонациональная страна. У нас страна, в которой 80% населения принадлежит к одной единственной нации. Это русская нация. В любом мире, в любой другой стране мира, эта страна была бы жестко, зверски, агрессивно-унитарным государством. Без элементов федерализма или с крайне ограниченными элементами федерализма. У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда у нас целый ряд малых народов в Поволжье, в Сибири, на Кавказе имеют свои национальные республики, в конституциях которых прописано, что это республики этого народа, этой титульной нации, что они созданы самоопределением этой нации, в то время как Россия... Продолжайте, а у русских такой республики нет. Вы к этому? Нет, я не к тому, что у русских такой республики нет. Я к тому, что сама Россия должна самоопределиться, как государство, созданное самоопределением русского народа. И здесь мы, опять же, с моим оппонентом полностью согласны в том вопросе, что это должно быть внесено в Конституцию России официально. Константин, вот такой вопрос. Вот смотрите, Егор только что сказал, что Россия не многонациональная страна. А он абсолютно прав. 80% населения страны это русские. Так чего же вам не хватает? Нам не хватает всего лишь одной простой вещи. Первое, признание этого факта. Русским, прежде всего, запрещают иметь свое государство, свою государственность. А Россия это что такое? Вот, хороший пример. А что такое сейчас Россия? Россия это государство для кого угодно, для 120 народов и в самом хвосте этих 120 народов, среди которых, например, на первом месте, насколько я знаю, идут некоторые народы Северного Кавказа. Допустим, дальше идет длинный-длинный список. Но посмотрите на город Грозный. Я не понимаю. Вот, я понимаю. Константин, объясните мне, пожалуйста, почему Россия в сегодняшнем состоянии, как вы говорите, является большим государством, допустим, для чеченцев, называйте эти национальности, не стесняйтесь. Да я уже назвал. Для чеченцев, вы сказали, для некоторых народов Северного Кавказа. Не надо, люди прямые, поэтому давайте по прямому. Для чеченцев, дагестанцев, и бушей, и только в последние в этом списке русские. А по каким признакам вы это определяете? По каким? Замечательно. Замечательно. О, так, давайте, да. Что может мне обидеться по каким признакам? Давайте, давайте вспомним сейчас. Да, давайте. Это началось до Путина, это началось очень давно. Вот, действительно, на русских стали смотреть, как на ресурс, как на быдло, которое, тягловое быдло, которое можно использовать. И надо эту немцу сломать. Причем я подчеркну, я не национал-демократ, я никогда не буду национал-демократом, я национал-сталинистом. Но я признаю, что да, действительно, это просто стоит. Да, национал-демократ, Константин, это вы, да? Да. Егор, и вы, да? Да, поскольку все-таки национал-социалист. Нет, национал-сталинист. Это национал-социалист. Извините, простите, простите, национал-сталинист. Вот у меня сразу рождается вопрос. Скажите, а вы, в принципе, в одной колонии? Мы по некоторым вопросам солидарны, но одним мы никогда не будем. Я понял, значит, разногласия есть. Значит, партии одной у вас быть не может. Почему избирательный список вы выдавали овощи? Избирательные коалиции нужны, это нормальная форма. Вот такой вот, допустим, моделируем ситуацию. Константин, вы уже заявили о том, что у вас будет своя партия, правильно? Да, прошел, соответственно, Оргкомитет Национально-демократической партии России. И принято решение о создании партии. И пойдете на выборы, на ближайшие. Прекрасно. Максиму есть место в вашей партии? Максим, насколько я знаю, входит в другую партию. Да, я пойду по другому. Все понятно. Константин Натанович, теперь я перехожу на эту сторону. Скажите, а вообще, в принципе, создание националистической партии не противоречит Конституции страны? Я бы хотел поспорить, вот Егор Станиславович высказал тезис, несколько спорный. Что демократия, это когда любые взгляды разрешено проповедовать. К сожалению, это не так. Взгляды людоедов, взгляды педофилов, ну и так далее. Взгляды националистов, поскольку они противоречат конституционной норме, что нельзя сеять национальную рознь. Взгляды фашистов, нацистов, они недопустимы по закону. Вот 282 статья. Это статья, которая запрещает проповедовать рознь национальную, социальную и любую другую. А профсоюзы разрешают? Так, так, так. А то, что говорят сегодня наши оппоненты, очень понятно. Они пытаются посеять эту рознь. Почему КПРФ молчит? То есть они говорят о том, что русский народ самый униженный, самый несчастный. Да, именно об этом они говорят, да. Ну так вот, они пытаются возбудить эту самую национальную рознь, собрать свой электорат. Это в истории было совсем недавно. Я вот вижу, кстати, у наших оппонентов нет большой противоречий с нами. Была такая страна Югославия, где вот те же самые идеи проповедовались довольно активно, что вот мы, сербы, государство образующий народ, все было. А какие-то там албанцы, какие-то там чертовые, пытаются влиять, пытаются там что-то сказать, это закончилось распадом страны. И сербы успокоились только тогда, когда вот эту компанию, я не вас имею в виду, я имею в виду компанию, так сказать, националистов, выдали Гагскому трибуналу преступников. О, вот как раз, то есть господин Баралов фактически призывает, чтобы Москва разбомбили американские самолеты, так же, как и Баралов. Константин, вы про это? После чего все, начиная с главы государства, отправили в Гагу, где просто его убили. Я думаю, вот, замечательная, замечательная логика, то есть это открытие призыв совершенных американской интервенции. Окажется, в конце концов, в Гагском трибунале, потому что... То есть перспектива, перспектива именно такая, да? Да. Перспектива именно такая. Кто такой Гагский трибунал? Вот вопрос, что вы делаете. Ну, подожди, летят американцы, я хочу спросить, каким образом мы окажемся в вашем трибунале? Американцы ваши прилетят и нас убьют. И это вы хотите? Очень надеюсь на то, что русский народ, осознав опасность национализма и фашизма, вас будет судить прямо в Москве. Секунду, секунду, вот вопрос, секунду, 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 секунду. Вот вопрос, ну, в принципе, Егор, секунду. Так, часть России тоже кому-нибудь отдадут? Там, не знаю, Грузии или кого-нибудь еще? Так это у вас надо спрашивать. Вы говорите, Косово, Косово отдали, да, там, хорошо. Вы говорите, это в Югославии, а вы говорите о том, что, слушайте, зачем нам Кавказ, хватит его кормить и так далее, и так далее. Тогда о чем мы говорим? Мы говорим о том, что вся Россия не должна превратиться в Косово, понимаете? Потому что ездим в Косово, превратиться не может. Сейчас действует официальная концепция, я вам рассказываю. Есть стратегия 2020, есть концепция миграционной политики, они сейчас принимаются. Россия, говорят, они должны активнее участвовать в программах приема беженцев. У нас мало киргизов, мало узбеков. Это все варварство, понимаете, завозят рабов, экономика архаизируется. Прекрасно. Но при этом говорят, давайте возвращать соотечественников. Давайте развивать... А Романовский, Романовский, я вас слушаю, я вас слушаю, и хочу, чтобы вы меня тоже иногда слушали. Давайте развивать наши регионы, давайте попробуем развивать внутреннюю миграцию. Вот это вот я все слышу. Вот смотрите, с другой стороны, вот куча у нас проблем действительно очень много, очень много. Вот смотрите, предположим, появилась националистическая партия. И не одна, скорее всего, их будет много. Вот одна партия, значит, во главе с Константином, Егор здесь, потом Максим и так далее. Целый список партий. Ну и хорошо, ну и пускай появляются, что в принципе в этом страшно. Мы как раз увидим, какое количество населения этих людей будет поддерживать на здоровье. Как вы думаете, много будет таких людей? 58%? Вольпа? 58%? Шикарный результат. Вы считали, во-первых, мне непонятно, почему такая нелюбовь к американцам. 58% это как вольт, в разе из Путина. Это ваше естественное союзие. Я вас не перебивал, я вас не перебивал. А Соединенные Штаты я уважаю. Ладно? Да, слушай. Это ваши естественные союзники, потому что вся ваша деятельность направлена на развал страны. Постой, постой, как только вы придете к власти, и будет создано даже по Хантингтону национальное государство, совершенно непонятно, почему в этом русском национальном государстве должны прозвать те же дагестанцы, те же чеченцы, те же тартары, те же башкиры. И хоть их может 20% в совокупности, извините, вы ведете дело к расколу нашей страны. Нет. Вы нарушаете главный принцип, который уже 300 лет существует на этой земле. Самодержавие, православие, народность. Именно благодаря вот этой народности и была создана, например, культура латышей, культура эстонцев, свое время и так далее, и так далее. Как только вы нарушаете принцип восточно-христианской цивилизации, в основе которой, безусловно, стоит русская культура, да, но как только вы нарушаете принцип многонациональности и создаете национальное государство, многонациональное государство рушится и, естественно, отпадает национальная окраина. Вот это в интересах Соединенных Штатов Америки. Вот вопрос еще всем четверым. Скажите мне, пожалуйста, что будем делать, что вы собираетесь делать с чеченцами, дагестанцами, ингушами и вот этими вот республиками, башнирами, татарами, всеми национальными республиками? Давайте слово по очереди. Максим, пожалуйста. Я думаю, что если мы поднимем русский народ, то, во-первых, 90% проблем Кавказа кроется здесь. Я с кавказцами служил, я знаю, они уважают силу и справедливость. Если в ответ на свое хамство кавказец будет рисковать получить пульву или, в конце концов, справедливое наказание, если будут нормальные правоохранительные органы, если русские будут сильными, богатыми, с процветающей промышленностью, с процветающей экономикой и рожать по трое детей, как я лично, как моя семья вернее, тогда все будет нормально. Максим, 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 и татары будут относиться с уважением. Скажите, а кто должен наводить порядок? Вот МВД, вы говорите, да, там, справедливое наказание и так далее. А у нас МВД из кого состоит, на секундочку, в своем большинстве? Российская Федерация не является государством. Это организованная преступная группировка, созданная преступниками под именем нового, то есть неолиберализма, под именем Гайдаровских, Ельцинских реформ в 1991 году. Российская Федерация не является государством. Это кусок территории, управляемой мафией. Все. Поэтому милиция не является... Понятно. Александр, создадут партию или несколько партий, начнут выступать, в своих выступлениях будут призывать к каким-то радикальным, я не знаю, действиям. Все это можно будет там классифицировать, я уверен практически в этом, как экстремизм. В очередной раз запретят. Вот и все, в принципе. Что опасно. Роман, мы говорим здесь сегодня о необходимости, в принципе, создания националистической партии в той или иной ее форме. Прежде чем я продолжу, я прошу моих оппонентов очень коротко ответить на один простой, бесхитростный вопрос. Вот ответ Максима я уже примерно понял, других оппонентов прошу ответить. Вот на ваш взгляд, в истории России когда-либо образец государственного правителя, вот для Егора, это кто? Владимир Мономах, Иван Третий. Владимир Мономах, Иван Третий. Я бы назвал оболганного и несправедливо, скажем так, оклеветанного Николая Второго, которого я считаю одним из лучших правителей России, которого, как известно, убили именно за это. Александр Третий и Иосиф Виссарионович Сталин. Александр Третий и Иосиф Виссарионович. И для, прошу прощения, Михаила. И некоторые советские технократы. Иван Третий. Блестяще. Все-таки ребята читали историю. И я очень рад, что отметили. Нет, глупых людей здесь нет. Сейчас, сейчас, секунду. Нет, не часто услышишь мгновение. Давайте, эксперты, чуть позже. Очень редко кто-то говорит об Иване Третьем. В принципе. Москва возвысилась. И стала тем великим государством, и то империей. И политику эту активно проводил Иван Третий. В пику Тверскому, Смоленскому и другим княжествам. Где существовал как раз-таки жесткий национальный уклон. Создание националистических партий в истории было. Везде. Без исключения. В любом государстве. В любой период истории. Где националисты приходили к власти. Заканчивалось тотальным крахом. Россия это не Московия. Это и Татарстан, и Башкортостан. И далее везде. А вот скажите мне, пожалуйста. В южных регионах казачество, проживающее на этих территориях. И активно отстаивающее свою этническую самоидентификацию. Оно согласно, что оно русское. Ничего подобного. Казаки относят себя к отдельному. Суберна соль. И которые не считают себя русскими в большинстве в своем количестве. И скажите мне, как вы собираетесь взаимодействовать. Меня все равно не переговорить, Егор. И значит, вы знаете, что я уже начну. Поэтому я пытаюсь понять, для себя пытаюсь понять, разобрать. Конгрессы США. Но подошли не отручайте друг друга. Как будем отделять казаков, тех, которые самоидентифицируются, как этнические самостоятельные группы, от русских? Где тот русский, я пытаюсь понять для себя, который проживает в Бенгороде, или который живет в Новосибирске, у которых совершенно разные подходы даже к национальной самоидентификации. Совершенно разные. Вот знаете что? Поэтому ответьте мне на эти вопросы. У вас имеется вопрос, который для меня странен, как для русского националиста. Вы спрашиваете, а как отделять русских от нерусских? И что вы почему-то... Как русский националист, отделяем, отделяем. Где национальность от него? Это какая-то проблема. Ну так, Россия для русских. Значит, другим людям в этой стране места нет. Вы еще не скажете. А вы в свою партию примите человека, который нерусский? Я уже полно. Да уже. Так вот. Уже есть. У какой шанс вступить у Абрама Исеевича Цукинберга в вашу партию? Если, 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 если... То есть можно вступить. Если обратно вступить. Как лишь вы русские националисты, прошу прощения. Но вы дикий, что ли? Да, 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 да. Вы дикий. Я не понимаю, вы что, вы считаете долю кровей, что ли? Вы видите совсем, да? Я пытаюсь понять. Я объясняю. Вот именно понять. Этничность определяется. Причем тогда здесь националисты? Этничность определяется. Да, стоп. Вы путаете. Русский националист был только другим. Стоп. Нет, он все послушайте меня. Секунду. Нет, нет. Дайте, как я субит. Послушайте все меня внимательно. Александр, секунду. Мог. Вот от того, что вы здесь кричите и проверяете друг друга, у кого голос там круче, да, и громче. Толку от этого никакого нет. Ведите, да. А поэтому я вам говорю, стоп, значит стоп. Я задал вопрос Константину, и все остальные молчим и слушаем. Так вот, вопрос подразумевает, что русским националистам зачем-то нужно разделять русских от нерусских, использовать какую-то, извините, черепомерку, которую, мне кажется, вы подразумевали. Так вот, нам это совершенно не нужно. Мы не будем делить русских и нерусских по одной простой причине. Русские и так составляют большинство населения страны, поэтому все, что будет принято, демократическим путем большинством населения страны автоматически окажется в пользу русских. Нам нет нужды определять, кто русский, кто нерусский. У нас просто нет такой задачи. Так вот, следовательно... Я вот, я слушаю и понимаю, что националисты меняются прямо на глазах. Прямо на глазах. Почему, скорее, вы нас загоняете под немецкую мерку. Русский национализм заключается одним принципом. Я его постараюсь очень просто изложить. Если ты идешь вместе с русскими, если ты делаешь вместе с русскими их дело, если ты готов стране русских отдавать свои силы, энергию и жизнь, в случае чего отдашь за нее, ты русский, будь то ты Абрамом Руцикенбергом, или Чувашем, или Татаром, и Багратен называл себя русским генералом универсийским... Михаил, вопрос. Сейчас, секунду, Константин. Вопрос. Вопрос. Когда нападают и убивают? Когда режут в электричках каких-нибудь киргизских гастарбайтеров? Вот это кто делает? А хочу спросить, кто 300 тысяч русских людей изгнал из Чечни, насилуя, убивая, отступая беспредел в отношении людей, отнимая собственность? Давайте хотя бы численно измерим. Безусловно, каждая человеческая жизнь бесценна. Но на одной стороне геноцид, этнические чистки против русских в масштабах сотен тысяч человек. И за это надо было убить эту девочку. А вы, Роман, ваши коллеги, вот эти люди, ну некоторые из них, говорят только об одной девочке, которую убили провокаторы для того, чтобы чернить русских людей. В таких случаях очень много. Очень много случаев купить русских, не русскими. Но почему-то все помнят о танжистской девочке, но забывают о случаях вырезания, элементарного вырезания русских, и этнических чисток русских. На самом деле мы помним все случаи. Да, и кстати, вы не помните, из-за чего случилась манежка? Там ведь тоже кого-то убили, кажется, не так же. Знаете, из-за чего случилась манежка? Потому что русский следователь взял и отпустил. Правильно. Вот и все. Что ж хорошее. Вот и все. А убил кто? Он не был националитом. А кого потом били в метро? Русского следователя? Нет. А кого били на манежной площади? А кого били? ОМОНовцы защищали этих 16-летних пацанов. Вы там были? Так вот, кому сказать следующее. Значит, там этого не было. ОМОНовцы никого не спасали. Так надо было пойти и разобраться с русским следователем для начала. Мы уходим на новости и вернемся в эту студию через несколько минут, и право голоса получат, наконец, наши эксперты, которые присутствуют в студии, но еще не участвовали в нашем разговоре. Это программа «Право голоса», и я ведущий Роман Бабаян, и сегодня мы говорим о возможности появления в России националистической партии, а может быть и не одной. Право голоса у наших экспертов. Леонид Владимирович, вот скажите, как вы думаете, есть ли националисты, в том числе и те, которые убивают девочку, я все про это, на Невском проспекте, режут киргизских гастарбайтеров в электричках, избивают людей на улицах и в метро. Есть ли они, нет, 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 есть ли они, нет, есть ли они и завтра получат свою партию, а может быть и несколько партий. Такие люди успокоятся, как вы думаете? Может быть, это немножко цинично прозвучит, но то, что те примеры, которые вы приводите, они недостаточно страшны по сравнению с тем, что может реально произойти. Если, как вы предполагаете, эта партия только некий повод для объединения мощного националистического движения со всеми радикальными и экстремистскими практиками, реально, да. Вот смотрите, из сегодняшней дискуссии я уже вижу, что, скажем, создатели этой партии, Национал-демократической партии, это, я бы сказал так, это люди, которые выражают национальную обиду. То есть это партия с негативной повесткой дня. Исходя из вот этой, значит, презумпции национальной обиды, русский самый обиженный народ, партии, очевидно, выдвигают очень простую программу, которая состоит из трех пунктов. Русская власть для чего? Для того, чтобы, очевидно, радикально переделить собственность, да, потому что основная, как бы, обида в чем? Все богатства достались нерусским. Следующий шаг, который неизбежно эта партия будет делать, да, это партия, которая очень опасается за неприкосновенность русского пространства, приватного, культурного и так далее. То есть, что эта партия мне может дать как русскому? И вот я считаю, первое, новую власть, землю, гражданские права и так далее. Неприкосновенность личности, защищенность от коррупции, защищенность от полицейского производства. Я понимаю, что вы это говорите, но в ответ на вашу инициативу создания русской националистической партии, все остальные, скажем, республики... У них уже есть... Нет, 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 они начнут... Почему вы... У них уже есть партия, вы можете уже прийти создавать национальные партии. У них уже есть партия. Каждая республика захочет свою партию, вот в чем дело. Каждая республика, мужчины региональные партии... Они получат 15 партий. То есть, все я понял. То есть, в вас, в принципе, такая перспектива совершенно не напрягает. На здоровье пускай создают. Они не могут на дипломатическое линии выиграть. Каждая республика, например, Северного Кавказа, это покруче партии. Но вы попробуйте стать генералом милиции в Северокавказской республике. Вы, простите, вы мне сейчас гоните, я не нацдем, я еще раз говорю. Я понимаю. Вы начинаете приписывать то, чего нет. Так нет, я вам рассказываю, что будет. Вы волнует то, что фактически... Я вам рассказываю, что будет. Фактически, Северокавказские республики представляют себя этнократические объединения. Вас почему-то не беспокоит это. Нет, меня беспокоит. Русские там не смогут сделать карьеру. Меня беспокоит то, что как только возникнет президент... Понятно, значит, русские должны быть по-прежнему... Но что последствия... И последствия какие будут? А последствия очень простое. Посмотрите, что случилось с Советским Союзом. Развов страны. 14 республик создали свои национальные партии под названием Саюдис, РУХ, Народный Франк. Не перебивайте. Только русские поставили положение РУХ. И это привело к распаду страны через 5 лет. Я вам отвечу сразу. Все не уходили. Нет, русские оказались единственными вне тогдашнего демократического процесса. Во многом благодаря усилиям коммунистов, благодаря усилиям патриотов старой школы и так далее. Результатом стало то, что 14 республик стало национальными государствами, и Российская Федерация стала лохотроном, в котором русские стали главными проигравшими. Общество память не имеет никакого отношения к организациям типа Народного фронта, Сайдиса и РУХ. Маргинальная организация. Я понял. Появится националистическая партия. Сейчас, секунду, Реонид. Появится националистическая партия, она наберет 58% голосов, как говорит Микаил. 58%. Я хочу поправить. Первые партии, созданные в Советском Союзе, это националистические партии. Это память и это ЛДПР. Андрей, демократия королевства Польска. Секунду, напомните мне, пожалуйста, сколько процентов в свое время набрала партия Родина? 9%. Это сколько миллионов человек? 5,5 миллионов человек. Это не была национальная, не националистическая. Это была левая партия, в общем-то, в целом. А я хочу сказать следующее. С мягким националистическим уроком. Не с мягким, а с жестким внутренним стержнем, который я сейчас представляю, как продолжатель этого стержня, в действующей партии, которую вы называете националистической, я называю национальной, русской национальной партией, которая называется Великая Россия. Она создана в 2007 году, и отказали в регистрации. Она существует. Я ношу ее символы вот здесь и здесь. И сюда пришел, вы меня посадили как эксперта. Я могу быть экспертом в соответствии со своим научным статусом, но я не хочу в той обстановке, в которой мы находимся, быть экспертом. Поэтому я хочу встать на сторону моих соратников. Потому что мы не хотим, чтобы здесь ходили чужие. Чужие здесь не ходят. Россия прежде всего, прежде всего, не только для русских, но прежде всего для русских. В России должна быть установлена русская власть. Русская по духу. Нет черепомерки, как вот тут обязательно это будет. В России должна быть установлена русская власть. И тогда не нужен будет никакой федерализм. Как и было, вы там говорили про империю и так далее. Тогда не нужно будет никаких федерализмов. Не будет никаких татарстанов, а будет казанская губерния. Если можно, по поводу вашего выражения, чужие здесь не ходят. Я хочу понять, что это такое. В России должна быть гражданская солидарность на первом месте. Если мы живем вместе, мы должны друг друга уважать. А формула национализма самая простая, знаете какая? Люби свое, уважай чужое. Вот здесь не должны по русским улицам ходить нехорошие люди, которые считают, что мы здесь люди второго сорта. Что с ними делать с этими людьми? Они сюда приехали как завоеватели. Что с ними делать с этими людьми? Уничтожать. Уничтожать. Воспитывать, Андрей Николаевич. Истреблять подходит. Уничтожать истреблять подходит. У меня сразу вопрос. По русским улицам не должны ходить чужие. А русские должны ходить по другим улицам? Если они свои. Я понял. Надо уничтожить этих людей. А уничтожить надо только таджиков. Секунду, секунду, Александр, секунду. Дмитрий, такое вот, отдающее фашизмом вообще. Я очень большим уважением отношусь к господам или товарищам, которые находятся напротив, вискосок. К Андрею, в частности, с большим уважением. Но я не могу разделять те убеждения, которые у него есть в отношении вырезать или уничтожать. Я расскажу, может быть, частично какую-то историю. Вот она лично моя. То есть она в какой-то мере. Начну издалека. Вы все, наверное, были на Невском проспекте, ходили. И видели Казанский собор. Справа стоят два памятника. Один памятник Барклайды Толли, один памятник Кутузову. Кутузов захоронен в Казанском соборе. Прямо в Петербурге. А где захоронен Барклайды Толли, шотландец, один из победителей в войне 1812 года? Он захоронен в местечке Тырва, в Эстонии. Где захоронен Бенкендорф, министр внутренних дзел, Николая I? Тоже в местечке 30 километров от Таллина. Там впервые сыграли гимн Божий царя храни, впервые сыграли Николаю, композитор Львов, сделал эти вещи. Я сам из Эстонии. Я сам, там, эстонец, немец, смешанный весь. И мой брат переехал сюда, в Россию, пошел служить и погиб в Чечне, получил орден, да. Когда я приехал, я к нему на могилу, посмотрел, в каком состоянии он находится, как следит военкомат, и мне тоже возмутило это все. Но о чем мы говорим? Если у нас есть достоинство, то это достоинство заключается не в том, чтобы унизить другую национальность, сделать так и сказать, что ты, там, чеченец, ты таджик, да, ты тот человек, который должен... Оппоненты приписываются? Достоинство заключается, как мне кажется, как мне кажется, достоинство заключается не в том, чтобы кричать, что у нас проблемы. Достоинство заключается в том, чтобы взять смелость и отстаивать свои принципы. Та смелость, которой вы оставите эти принципы, я согласен здесь вот с коллегами, она, к сожалению, хотя я вот к господину Боровому отношусь как к врагу, вот честно, открыто, он мой враг, да, но с другой точки зрения, я не хочу того, чтобы империя разрушалась. И к моему пониманию, национальные партии, они разрушают ту сильную власть. Я понимаю, вы говорите о том, что вы продали, вы поймите, что если мы начинаем делиться по национальным квартирам, то завтра придут дагестанцы, придут чеченцы, они, есть проблемы, и что дальше? Мы будем разрушать, национальное политическое понятие, мы будем разрушать наше единственное понятие. Мы за политическую нацию, я приехал как иммигрант сюда, потому что меня там... Мы националисты, это называется националисты. Если это в вашей логике, я должен, я должен буду уехать. Следуя нашей логике, вы имеете право на автоматическое получение российского гражданства. А можно я за себя поинтересуюсь? Что будем делать со мной? А что будем делать со мной с моей явно не русской фамилией? Какой язык Романа? У вас, по-моему, есть российское гражданство, нет? Так и у Дмитрия есть. Нет, у меня нет. А, пока нет. Нет, ну хорошо. Слушай. Позволю себе немножечко, вы уж меня простите, вы там все такие горячие. Ну вот, немножечко успокоить нервы. Дело вот в чем. Когда, извините меня, кто-то говорит о том, что кого-то надо там... Что там было сказано? Чужие здесь не ходят, надо уничтожать. ...истреблять, уничтожать и так далее. Мне все это представляется, скажем так... Кстати, говорю, слово зачистить неприятное на звучание. Ну, например, депортация нелегальных мигрантов, это совершенно... И нелегальных, повторяю, мигрантов, да еще и криминальных. Это, по-моему, совершенно законная, нормальная вещь. Я думаю, что никто из присутствующих не будет возражать против того, что, допустим, какой-нибудь таджик, привезший сюда героин, будет либо выслан в свою страну, либо, может быть, посажен в тюрьму. Вы знаете, американцы тоже так делают. Так вот далее. Русский инститет, при этом по крови там, по каким-то там вещам, не являясь русскими, мы отдаем им эти имперские церкви. Так вы, это здорово, это здорово, это здорово, это здорово. Дмитрий, да, слушай, коротко, пожалуйста, Константин, да. И у меня еще вопрос эксперту, да. Если вам понравится жить той России, которую, я надеюсь, построим мы, а я думаю, что это получится хорошо, ну вот, я думаю, что вы будете с удовольствием здесь жить дальше. С удовольствием, да. Только знаете, какая история? Я помню, когда в день, когда планировалась акция перед Киевским вокзалом возле торгового центра, я приехал домой. И 100 метров осталось до дома, я остановился, чтобы купить сигареты в магазине. Выхожу из машины, подхожу к дверям этого магазина, зашел, только я зашел, свой человек 40 с бейсбольными битами, значит, пробегает и бежит в сторону Киевского вокзала. И я представил. Интересно, что бы было бы, если бы я из машины вышел на одну минуту позже? Даже не хочу представить, что в Киевском вокзале планировали отнюдь не русские. Под какими русские? Егор, но под какими лозунгами они туда шли, все эти люди? Внимательно слушал всех. Действительно это может привести к русскому государству или нет, как утверждает эта сторона? Вы знаете, вот до тех пор, пока за эту трибуну не встал господин Савельев или товарищ Савельев, Я полагал, что разумное зерно в том, что говорили господа, есть. Тут много интересного, требующего обсуждения, домысливания и так далее. Но, секундочку, но вот после, естественно, достаточно резких слов относительно того, что мы будем там карать, расстреливать, там вешать, еще что-то. Я профессор, я доктор наук политических наук, человек, занимающийся 30 лет политическими системами. Я 20 лет занимаюсь неправильно. Отлично, замечательно. Значит, мы с вами поймем друг друга. Если вы цитируете, цитируйте правильно. Цитирую. Но вы имели в виду, давайте послушаем. Да, вот в этой части, безусловно, я не согласен категорически и буду всегда выступать против этого. И как ученый, и как русский, и как человека, как гражданин Российской Федерации. Заметьте, мы с Константином Татальевым отжимаем. Андрей Николаевич, мы это поняли. Он не хочет регистрировать. А я сказал, что таких партий очень много. Я сказал, что да, если с одной оговоркой, что эта партия не будет экстремистской, не будет придерживаться вот этой достаточно радикальной точки зрения, общей точки зрения. Но я абсолютно согласен с Леонидом Владимировичем в части, в какой части, регулирующим механизмом, вот на электоральном поле, да, позвольте мне, является, нет, даже не власть, народ, люди наши. Вот они, боюсь ошибиться, но думаю, что это, я прав, пока за вами, господа, не так много людей. Хоть вы и представляете, вот это крыло, достаточно радикальное, националистическое, национальное. С учетом того, что такие настроения в обществе есть, если никто не скажет. Такие настроения есть. И более того, я скажу, запретный плод всегда сладен. Не нужно запрещать. Надо разрешить, действительно, но регулирующим механизмом, власть, конечно, должна регулировать, но регулирующим механизмом является голоса избирателей. Так мы, да, да, они не говорят, никогда не говорят, да, они согласны, они говорят, вот мы пойдем на выборы и посмотрим, сколько за нас проголосуют. Первое, основное, которое приживает господин Боровой. Россия, ну я действительно считаю, это многонациональное государство. Не только, я русский, и по генотипу, и по фенотипу, понимаете? А вы пока не можете определить, кто вы. И когда вы говорите о том, что мы будем, вот, ну извините, репрессировать людей нерусской национальности, да, а как вы будете их отделять только? Не, 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 не репрессировать, зачем? А как вы будете разделять, употреблять? Анжелин просил, чтобы вы его цитировали. Давайте процитируем. Будем уничтожать, будем уничтожать. Так, извините меня. Извините меня. Россия. Очищать от врагов. Очищать от врагов. Я помню эти ролики, очистим Москву от пусты. Я это помню. Правильно был ролик. Я думаю, мы лучшие политические ролики в 10 лет. Вопрос, вопрос. Вот как вы считаете, где опаснее такие вот, такие люди, как Андрей? Где они опаснее? Они опаснее на улице или они опаснее в структурах власти? Я считаю, они опасны по самой идеологии, которая как семена в нашу землю впадает. Потому что она противоречит идеологии русского народа и традиционной русской цивилизации. Но хочу сказать главное, мы сейчас говорим не о следствии. Почему оказался русский народ в таком положении? Почему есть русский вопрос, с которым, я думаю, вы все согласны? Потому что 20 с лишним лет назад под давлением Запада мы приняли, Горбачев, потом Ельцин, либеральные ценности. Они внедрили либеральную модель, которая была настроена на расчленение страны. И фактически мы сейчас говорим о русском народе не в рамках нашего единого государства, а в рамках только части государства, то есть России. Это кровоточащего обрубка той единой России. Подождите, 3 минуты, и потом вы будете говорить. Но главное в другом, если мы сейчас клоняемся на национальную партию, национализм, мы, во-первых, подменяем понятия. Если мы решаем русский вопрос, нам не нужен национализм. И второе, если мы хотим восстановить единый русский народ, как русский, украинский, белорусский, которые три составные части единого русского народа, мы с самим понятием национализм разрушаем, разрываем эту неразрывную связь. Это неправда. И более того, разрушаем эту неразрывную традицию. Идея единства трех русских народов. Более последовательных, чем... Секунду, Максим, секунду. Я хочу вернуться к Конституции. Не случайно в Конституциях разных стран националистическое, радикальное, фашистское, нацистское идеологии запрещены. А теперь мне можно сказать, можно мне сказать, да? Нет, но все-таки... Можно, спасибо, потому что вы пока не у власти. Не затыкайте мне рот. Значит, эта идеология ложится на неподготовленное сознание. В тот момент, когда, не дай бог, эти люди окажутся у власти, националисты, это будет означать войну и распад страны. Все, мы уходим на рекламу, вернемся в эту студию через несколько минут, и «Право голоса» получат наши зрители, у которых тоже есть вопросы к нашим гостям. Это программа «Право голоса» и я, ведущий Роман Бабаян. Сегодня мы говорим о возможности появления в России националистических, даже партий. «Право голоса» у наших зрителей. Пожалуйста, первый вопрос из зала. Мартынов Игорь, служащий, скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что уровень сознания нашего народа еще недостаточно таков, чтобы позволить включить в избирательные списки националистические партии? Ведь, по сути дела, большинство из нас выбирает не умом, а сердцем. Это первое. Второе. И тем более, что прецедент уже как бы в истории существовал такой. Мы знаем, печально известно, 1933 год, и знаем, чем это закончилось для отдельно взятой европейской страны и для всего мира в целом. Валерий, пожалуйста. Наша Конституция запрещает пропаганду неравенства как национального, так и религиозного. 282-я статья, которую они так, и социального, и которую они так стремятся, так сказать, вывести из оборота, и благодаря которой, собственно, количество преступлений на этнической почве сократилось в разы в результате права применения этой статьи. Ага четко совершенно о том, что законы надо соблюдать. И если партия, она может назвать себя как угодно, национал демократической, национал социалистической, как угодно, но если она во главу угла ставит национальное неравенство, то в соответствии с законодательством допущено к выборам быть не может. Это первое. Второе. Если происходит таким образом, что у нас создается национальное государство, за что выступают эти люди, это, по сути дела, враги России, поскольку в Европе... В Европе, в Европе, в Европе, в Европе... Еще раз говорю, еще раз говорю, вас лично никто не оскорблял. Это во-первых. То есть вы, враги России, относятся ни к кому лично. Нет, наверное, ко мне. Враги России относятся к тем националистам, которые пропагандируют создание национального государства, а значит разрушение многонационального государства. Все понятно. Я дам слово. Я дам слово. Когда спросили, коллега, телезритель спросил по поводу самосознания русского народа и то, что он не созрел. Я думаю, он как раз достаточно созрел и всегда был на достаточном уровне, чтобы проголосовать против экстремизма, который, я сейчас чувствую, превращает в балаган вот наши коллеги, нашу сегодняшнюю дискуссию. Я думаю, что самосознание такое, что максимум полпроцента все эти господа наберут и русский народ их отвергнет. Да, пожалуйста, Константин. Я считаю, что искусственное урезание политического спектра до практически нуля, до партии власти и небольшого количества приданных ей партий, о которых я, увы, не могу сказать ничего хорошего, скажем так, приводит только к росту того самого экстремизма. Знаете, люди, которые не могут проголосовать за нравящегося им кандидата, приходят к выводу, что они живут не в своем государстве, что их угнетают, а дальше, вы знаете, неизвестно, что там у них дальше будет в голове. На самом деле, выбор у нас такой. Либо нож, либо избирательный бюллетень. И лучше это будет избирательный бюллетень. Понятно. Максимович, сейчас его. Мне удивительно, что сами русские начинают говорить, что русские не готовы, не могут голосовать. Слушайте, ну хватит этого мазохизма. Вы что, сторонник гитлеровского взгляда, что мы недочеловеки? Я считаю, что русские вполне развитый народ. На самом деле. И хватит этого национального мазохизма. Пусть русские разбираются. Я тоже не считаю, что национальная демократия идеальна. Но пусть люди решают, кто из нас, кто из нас достойный бюллетень. Презешите. Игорь Матвилович, слушай. Вы очень важный вопрос затронули, действительно, потому что после того, как этот закон будет принят, и партии начнут создаваться, очень скоро выборы, в частности, вот, ближайшей осенью уже региональные выборы. И вот коллеги, если будут зарегистрированы, уже будут участвовать в этих выборах. Вопрос о зрелости или незрелости русского народа, он, знаете, во что упирается, на самом деле. Смотрите, вот сейчас мы послушали наших националистов, да? Очевидно, что многие пункты их программы уже существуют. Не случайно упоминалось ЛДПР, КПРФ. И, по сути дела, национализм – это только запрос на политику. Но это не ответ политики. А ответы мы будем искать где? Либо на пути коммунистов, да, левая программа, либо на пути либералов, условно правая программа в наших терминах, либо на пути консерватизма. То есть националисты – это только мост в политику. Их раньше не пускали. Они хотят туда. И я думаю, что у русского народа здравомыслие вот так, чтобы понять, что просто люди хотят участвовать в политике. И это нормальная демократическая процедура. Но выбирать мы будем других и по программам, которые либо левые, либо правые, либо центристические. Я только хочу коллегу дополнить. Только дополнить двумя словами. Наши оппоненты сегодня поднимают проблему. Национализм, ущемление, но не предлагают выхода. Которое включает в себя и адекватное представительство русского народа в государственных органах власти, представительных органах власти, в СМИ и так далее. В пределах как раз 80%. Второе – это введение опять в паспорт графы о национальности. Потому что теряя национальность, теряя свое национальное сознание, мы забываем о своем прошлом. То, что хотят как раз мировые силы, которые размывают национальное сознание, Вы за уравнение в правах русских областей и национальных республик? Более того. Вы за или нет? За что? За уравнение в правах русских областей, Тульской, Тверской и национальных республик, как Татарстана, Чечни, Тувы и так далее. Вы за поднятие русских областей до уровня такого, который их нужен на государственном уровне. Потому что они заброшены. Секундочку, извините, я скажу. Во-первых, я здесь без обид для коллеги из КПРФ, для КПРФ никогда не выгодно поднятие русских областей и экономики. Просто потому что лишается электоральной базы КПРФ по своей идеологической сути. Но мне не кажется, что все действительно так, как вы говорите. Это да. Второе, я хочу обратить ваше внимание, здесь я вижу только одного реального националиста. Это Андрей. Он четко, честно говорит. Зачистим. Я правильно цитирую? Зачистим. 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 А вот нужно. Понимаете, в чем ваша проблема? Сейчас, секунду, Александр. Секундочку. Понимаете, в чем ваша проблема? Я объясню. Одни реальные, другие нереальные. Потому что когда, когда звучит слово националист, первое, что приходит в голову. Воспоминания о том, как людей убивали, резали. Заявление Андрея. Вот это приходит в голову. Я вам советую, знаете что? Я вам советую, может быть, имеет смысл назваться как-то по-другому. А никто не называется так. Где вы видите в названии? Называйтесь как-то по-другому. Иначе шансов на победу никаких нет. Во-первых. Сейчас, секунду, Константин. Дмитрий. Вопрос компонента. Секунду, секунду. Вопросы будут. Дмитрий, слушай. Сказать о том, что очень много и с этой стороны, и с той идет разговоров о том, чтобы сделать страну сильнее. Разные пути, да? Разные подходы. И основной подход, то, что слышно и здесь, и здесь, это империя, да? Создание в той или иной мере или усиление. Кроме этой части. Кроме этой части, да. Вот они, несмотря на то, что... А я говорю, что империи уже нет. Господин Николай Могуров обещал гражданство. Все-таки я склонен к тому, что империя – это лучший путь. И то, что сейчас делается, это создается империя. А империя, она все-таки должна поддерживать баланс и интересы. В том числе, в том числе, должен быть баланс и интересы. Иначе она начнет изнутри распадаться. И то, что есть... Видите, видите, Егор? Я вас буду использовать. А вы разрешили Андрею встать и встать рядом с вами? А я не знаю, что. Это ваша проблема, как говорится. Делайте что-нибудь. Я вам пришел к нему на пол. А вот вы бы пошли к нему на пол. Прекрасные вопросы задали. Вопросы из путь. Слушаем вопрос от зрителя, потом Валерий. Потом зададите вопрос. Слушай, секунду, друзья. Добрый вечер. Меня зовут Андрей. И у меня вопрос к националистам. Если вы придете к власти, вы отмените 282 статью? Да, субборник. Я думаю, что 282 статья, позорная статья, это статья, это даже не честное преследование за взгляды. Подождите, там же как, там убийство, если произошло убийство на национальной почве, это отягчающая вину обстоятельства, да? Нет, отягчающая обстоятельства, это отягчающая обстоятельства. Благодаря 282 статье в разы сократились преступления на национальной почве. Сократились существенные акты вандализма, убийства. Но это выборы, которые вам принести, они у меня есть. Почему кавказцы стали меньше убивать русских? Я сейчас послушаю, Константин, просто какая-то чудовищная картинка вырисовывается. Давайте, если мы говорим о том, что кавказцы убивают русских, то через запятую будем говорить, что и русские убивают кавказцы. Готов поговорить. Ну тогда послушайте меня одну минутку. Так вот, проблема вот в чем. Если кавказец, допустим, проконфликтует с русским, и не дай бог, допустим, русский убьет кавказца, русский будет посажен в тюрьму на очень долгие сроки, и более того, ищет... Я в инокстримисты. Вы сейчас перепутали. Нет, я не считаю, русский убьет кавказца. Просите у любого кавказца, я вас перебил, простите. Извините. Они скажут, что мы уже много лет живем в России, понимая, что то, что ты являешься кавказцем, это всегда является отягчающим вину обстоятельств. Нет, это не правда. И все приговоры делаются с поправцами на это. Вы считаете, что это неправда, ибо, а люди считают именно так. А почему они так считают? Потому что им выгодно это говорить. В народном месте это ощущение возникает. Они так говорят. Вы поезжайте, пожалуйста, в Пермский край. Посмотрите, как кавказские диаспоры эксплуатируют богатство края. Они здесь совершенно вольготны. Милиция защищает их. И давайте отделять то, что говорят, например, представители... Милиция кавказская, правильно? Нет. Нет. Милиция не кавказская. Милиция относится к преступному, воровскому государству. Разберитесь с милицией. Скажите, мы разберемся с милицией. А потом уже совсем остальные. Вы решаете социальность. Андрей, смотрите, проблема вот в чем. 282-я статья Уголовного кодекса, это следствие статьи Конституции, в которой записано, что в Российской Федерации не допускается разжигание национальной, межконфессиональной, расовой розни и прочее, прочее. То есть, статья Уголовного кодекса просто повторяет наш основной закон. Поэтому, секундочку, секундочку, дайте я отвечу. Хорошо, пожалуйста. Смотрите, поэтому, когда вы спрашиваете Егора, Константина о том, отменят они эту статью или нет, это не вопрос их решения. Это вопрос о том, что надо будет пересмотреть основы нашего конституционного строя. Как минимум. Нет, это так. Практика применения этой статьи, я так понял, вас это в основном волнует, правильно? Практика. Так вот, самое главное, чтобы эта статья всегда однозначно толковалась и применялась в тех случаях, когда мы имеем доказанные факты разжигания розни по одному из этих трех обстоятельств. И не более того. А социальные. Вопрос о том, чтобы вот эти составы преступления должны быть четко сформулированы для того, чтобы ни следователь Константин, да, ни судья, тем более, не дай бог, до суда дойдет, чтобы эти... Не мог трактовать это по-своему. Совершенно верно. Валерий, Валерий, да, слушаем. Я вообще хочу сказать, что долгое время до принятия 22-й статьи я занимался отслеживанием вот этих преступлений на национальной почве. Я вас уверяю, каждую неделю было либо оскорнение кладбищ, либо нападение на представителей национальных меньшинств и так далее. Если в 2009 году 341 пострадавшие, это порядка 400 с лишним преступлений было, да, и 83 погибших, то в 2011 году в три раза меньше. Это цифры. Теперь я что хочу сказать к вам вопрос. Вот когда вы говорите о равенстве регионов, правильно ли я понимаю, что вы под этим имеете в виду отказ от дотаций дотационным регионам? Я правильно понимаю? Да, конечно. Это имеется. Конечно. Прежде всего, кавказ. Нет, не так. Подождите, а как же хватит кормить Кавказ? Вы же сказали, что вам все это нравится. Это выравнивание уровня дотаций между регионами. Речь идет о том, что одни дотационные регионы получают на человека, значит, 40 тысяч рублей. Вы за то, чтобы все получали просто одинаковое количество денег? Примерно одинаковое. Да, должно быть выравнивая бюджетная обеспеченность. Это первое. Я подобрал. Условие специфика коррекции стороны регионов, которые являются демографической ямой. То есть, где осуществляется систематическое падение рождения. А так же я подобрал регионы с плохим климатом. Все, спасибо всем. Спасибо всем. Я хочу... Вот мое... Нет, все, времени нет. Нет времени. К сожалению. Что я хочу сказать. Вот я сейчас слушал всю программу, да? Все, что говорила эта сторона. Мне было очень интересно. И я понял, на самом деле, что действительно здесь вот один националист присутствует. Как это? Вот остальные. Вот я вас обидел уже, да, Константин? Вы знаете, да. Вот как-то это вот все должно быть по-другому называться, мне кажется. Мы национал-демократы. Наверное. Хорошо. Но вот националист здесь... Решите сказать это слово всему. Один Андрей, который четко, четко говорит о том, что чужие здесь не ходят, и мы должны уничтожить всех, кто не наш. Да. При этом, видимо, решение о том, кто наш, кто не наш, будет принимать он и небольшое количество людей вокруг него. Я боюсь, я боюсь, что вы тоже можете не оказаться в этом списке. И все это, и все это, и все это, в конце концов, в конце концов, приведет обязательно только к одному. Вот Дмитрий, Дмитрий, как человек, который живет в Прибалтике, не даст соврать. Когда меньшинство национальное живет под диктатом в ужасных условиях, когда зажимают со всех сторон так называемое большинство, это меньшинство не любит большинство, большинство не любит меньшинство, и в принципе такая страна имеет только одну перспективу. Вы знаете какую? Можно вопрос? Все разбегутся. Вопросов больше нельзя, Константин. После того, как мы покинем эту студию. Спасибо еще раз всем. Свои комментарии можете оставлять на сайте третьего канала, на страничке программы «Право голоса». Встречаемся по будням в этой студии. И помните, что «Право голоса» есть у каждого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!